Ар-Рахим, Рахман, Аллах. Можно раздуть не то, что до целой книги, до отдельного какого-то направления исследований, в рамках которого может быть потом куча книг, куча исследований и так далее. Если особенно трогать тему скифских династий, сарматских династий, кемерийских династий, если лезть в какую-то древность историй Паспора до Архианактидов и изучать какие-то династии, что кому передавали, кто чем правил и так далее, то реально во всем этом можно закопаться на десятилетия. Как минимум, если ничем другим не заниматься и так далее. Но среди этого всего есть темы более вторичные, есть более первичные и среди первичных есть то, что нужно так или иначе разобрать, не закапываясь на десятилетия. В частности, это история Ахименидов. Как я рассказывал ранее, Ахимениды – это династия, которая, в общем-то, на протяжении долгого времени шла параллельно истории Архианактидов. И в таком смысле пик могущества, что Ахименидов, что Архианактидов преподает на приблизительно одно и то же время. Это время Архианактидов в Боспоре и Дария I в Персии. Потому что до Дария I в основном там шла такая династическая борьба и шла речь о перезавоевании, предыдущих завоеваний, о подчинении того, что раньше принадлежало уже другим виткам династии. То есть там все сложно. А вот Дарий I – это самый такой, наверное… При том, что Кир Великий считается как бы основателем персидской державы. Но до Кира II Великого был и Кир I, который тоже много чего сделал и тоже сыграл достаточно такую значимую роль в истории персидской державы. Но вот именно при Дарии I персидская держава стала максимально великой, максимально могучей и дальнейшие какие-то уже исторические события, они уже не столько развивали персидскую державу. Это было своеобразное купало, своеобразное такое, вот как празднество купало. Летнее солнцестояние является пиком солнечного могущества, после которого уже солнечный день идет на убыль. Так и правление Дария Великого ознаменовалось максимальным расцветом персидской державы, после которой она уже шла к временам Александра Македонского. Но империя Александра Македонского это во многом тоже зомби-версия персидской империи, так как Александр Македонский по сути захватил, он не захватил все эти земли персидской империи по отдельности, А победив персидского царя Дария Третьего и отстранив тех, кто пытались, соответственно, унаследовать законную власть в Персии, Александр Македонский таким путем стал новым персидским царем, поскольку он и женился на дочери прошлого царя, и там еще всякие нюансы были и на правах такого себе родственника, и на правах победителя, ну и на правах, что он уничтожил всех более законных претендентов, Александр Македонский стал персидским царем. При этом отдельные очаги сопротивления его владычеству, они не были подавлены, то есть Александр Македонский во многом шел так по верхам, захватывая чуть ли не самые главные регионы и оставляя в более второстепенных провинциях практически прежнюю власть, которая, ну как бы теоретически номинально должна была подчиниться уже теперь ему, как тому, кто захватил персидскую державу. И во многих регионах так и сделали, но даже в Северной Анатолии там со временем развилось понтийское царство, которое во многом было как раз альтернативной версией тех, кто унаследовал регалии и права от персидских царей. Другим таким очагом стала Парфия, которая тоже позднее с понтийским царством вошла в плотную взаимосвязь. Но это отдельная история. Так вот, откуда же, собственно, взялись эти Ахимениды, откуда взялись эти персидские цари, если так разбираться. И изучая официальные трактовки истории, и изучая скростанский список царей, приходится саму эту историю начать отсчитывать приблизительно с такого человека, которого звали Хатрак Хальдрунг Бельцесечанский. Существует греческая версия его имени, которая пишется как Катва Харес. Катва Харес, то есть это, видимо, или дополнительный какой-то его эпитет, или они так как-то его имя транскрибировали, не знаю. По идее, это может быть, если через пересказ пересказа, то, может быть, греки где-то, услышав его имя Хатрак, и на свою озвучку Хатрака превратили в Катва Хареса. Ну, странно, то есть здесь и перестановка, и переозвучка частей имени. Или это они слово Хальдрунг, так... Или они попытались Хатрунг... Точнее, Хатрак и Хальдрунг скрестить какого-то Хатрунга, и превратить его в Катва Хареса. Но черт его уже знает, и то сомневаюсь, что разберет. Так вот, данный кемерийский князь был правителем центрального осколка кемерийской династии и вел войны с соседними династиями. И после того, как Скифа-Сарматская коалиция по благословению Искрастанского жречества его победила, данный князь был повержен и казнен Искрастанским великим Рахманом, Троегором, Прославом, Отсекателем Великим. Не знаю, то ли он многих каких-то грешников казнил посредством отсечения, то ли, соответственно, за усекновение головы вот этого Хатрака он получил эпитет «Отсекатель». При том, что, скорее всего, он не лично его казнил, но по его приказу, так или иначе, так или иначе. У этого Хатрака тоже был далеко не один сын, и часть из них бежала из Причерноморья в разные стороны, но унаследовал его права Теогнаршан Хальдрунг Бельцесичанский. Это приблизительно 740-е годы до нынешней эры. Если Хатрака – это приблизительно 760-е, то Теогнаршан – это 740-е приблизительно. То есть... Там, конечно, все с этим... Все с этим сложно, но так или иначе, что есть, то есть. Дальше, следующим... Ну, если про этого еще Теогнаршана, то ничем таким особым он не отметился в истории. Единственное, он пытался заключить военно-политический союз с финикийцами, но окружающие ему князья это сделать не разрешили. Ему приказали с его воинством воевать против Кальтаспига, нечистого царя-разбойника, который вторгся в Северное Причерноморье, где значительная часть воинов Теогнаршана погибла. Поэтому, в принципе, его владения еще со временем... Хоть он и пытался как-то их сохранить, как-то даже восстановить военные силы, но уже власть центрального осколка Кемерийской династии очень сильно слабела и очень сильно сокращалась от поколения к поколению. Следующим князем является Просад Великий. Не нужно путать с Пересадом Великим, хоть по сути их имена аналогичны. Просад, он же в греческих источниках часто известен как Перс, полумифологический сын Персея, и там тоже по разным вариантам греческой мифологизированной генеалогии царских династий. В некоторых случаях он заменяется Зевсом, в некоторых случаях заменяется Гераклом или какими-либо другими божественными или полубожественными персонажами из греческих сказаний. Он пытался восстановить честь и возможности своей династии, и у него был брак с княжной Искиевичей, Усактой, и от нее, ну или от него она родила, или от нее он родили, так или иначе, Ахимен. Ахимен, имя которого на славянский язык может переводиться как дружественномыслящий или благомысл в других вариантах, Ну, так или иначе, его имя вполне себе в славянском стиле создано, как и некоторые древнегреческие имена. Однако, еще князю Просаду Великому из Красстанское жречество и коалиция других князей Северного Причерноморья предписало идти на юг и там побороться с Ассирией, поскольку Ассирия, ну, не только с Ассирией на самом деле, а рядом южных государств, которые своей экспансией уже угрожали и Северному Причерноморью. Дело в том, что в некоторых исторических отрезках, при некоторых правителях, Ассирия захватывала земли вплоть до Танайса. На севере ее владения были в устье Танайса, на юге Ассирия захватывала Нил, и таким путем Ассирия, так или иначе, на некоторое время контролируя даже хетов, Ассирия строила могучую империю. Единственное, что ввиду жестокости и чрезвычайной кровожадности самих Ассирийцев, крепко такая империя у Ассирийцев не получилась. В основном Ассирийцы собрали вокруг себя только ряд максимально приближенных к Ассирии регионов, даже Вавилон они не захватили, распространяясь во многом на север и на северо-запад даже, Ассирийцы могли захватить какую-то страну, какое-то государство, убить там местную знать, по крайней мере, часть местной знать, заключить договор, каким-то особо воинственным отрубить там языки, руки, ноги и просто уйти из того государства. И в случае следующего какого-то похода сирийцев, если им не выдадут дань, если не помогут им воевать уже с кем-то дальше, они опять могли повторить данную процедуру, как-либо переформатировать местное государство, создав какие-то области Ассирии, то же, что потом отчасти делали римляне и другие те, кто пытались создать империю, этого ассирийцы еще не делали, поэтому даже захватывая Колхиду на время, даже захватывая Кубань, даже захватывая Египет, ассирийцы надолго не могли сохранить власть над этими территориями. Тем не менее, у кемерийской династии издревле была фактически такая неприязнь и вражда с ассирийской державой, с династиями, которые правили Ассирией. Поэтому, хоть Ассирия и позднее поспешно заключит военно-политический союз с частью скифских династий, потому что Ассирия побоялась, что ее разрушат до конца, и даже скифы потом придут кемерийцам уже фактически воевать против них и мешать им привести Ассирию в порядок. Но на раннем этапе кемерийцев именно послали воевать против деградирующих южных государств не только и не столько, но в частности и Ассирии. И, соответственно, Просад Великий – это 720-е годы, и Ахимен, дружемысл, любомысл, в переводе на славянский язык, он уже действовал до приблизительно 675 года до нынешней эры, так или иначе, и он непосредственно и возглавлял, по сути дела, поход кемерийских князей. Понятно, там не стоит, никоим образом не стоит считать, что на юг шла только одна династия, и вот те князья, которых я перечислил, вот они шли, и остальное войско просто вели, войско таких каких-то холопов, не знаю, которые просто им там подчинялись и всё. Они вели меньшие династии, они вели своих всяких вспомогательных деятелей, часть позднее стала военноначальниками, часть стала меньшими какими-то князьями. Всё это тоже достаточно сложная история, и часть позднее даже вернулась, присоединившись к Скифам. Придав таким путём, получается, своих родовых естественных начальников, но часть и наоборот переходила на сторону кемерийцев. Всё это достаточно сложно. Итак, вероятнее всего, у Ахимена был брак с княжной, которая была дочерью или внучкой царя Руса, вероятно, Руса I. Это был тогдашний урардский князь. Государство Урарту до этих всех походов находилось на территории Армении. В географическом смысле Урарту – это такая прото-прото Армения. При этом Урарту в историческом плане было достаточно древним государством. Урарту имело свои достаточно тоже непростые отношения с государствами между речи Тигра и Ефрата. Урарту, да, Урарту не стремилось к мировому господству, что несколько облегчало их деятельность. Но, с другой стороны, Урарту имело власть, имело влияние между территориями Вавилона Осирии, между территориями Хецкого государства. Урарту имело свою известность, имело свою письменную культуру, особый стиль письма, который хоть и был заимствован от клинописи, но несколько уже начал отличаться. То есть, как и в случае окологреческой письменности Боспора, про Урарту можно говорить о создании несколько уникальной системы письменности, хоть и основанной на шумерской клинописи, но уже обретшей некоторые свои особенности, именно урардские особенности. Поэтому, когда объединились силы, вторгшиеся на южной территории Кемерийской династии, со своими воинствами, со своими знаниями, со своими всякими обычаями, но кемерийцы же в основном привыкли к Северному Причерноморью, отчасти даже к Северному Прикаспию, ладно, к территориям Балкан, где приблизительно от Каспия до Балкан находились основные столичные, скажем так, территории кемерийцев в глубокой древности. Тогда еще, когда раскол со скифами не был настолько явным. Да, когда-то кемерийцы тоже ходили на юг, но то уже прошли поколения, а то и десятки поколений, и союз с урардским государством для кемерийцев был чрезвычайно важным. Следующий князь из данной линии, которая после этого князя как раз разойдется на трезубец, на треснанных линий, во многом следующий князь является таким вот проявлением того, что стало объединением урарту и кемерийцев. Его имя Теус Пай можно переводить или от кемерийско-индоевропейского как Теус – бог, или, соответственно, от урардского Тешуб – местное имя бога Грозы. Также присутствуют попытки перевода его имени как мощноконный Теуаспа или Тависпай – набухающей силой. Но вижу в этом уже вторичные попытки перевода, первичное значение имени Теус как бог, и Па – великий, в частности, в скифском языке – Папай, бог, который очень великий, великий, великий дословно. Афина – Па, Лада и много чего другого. Приставка Па в санскрите и в ряде других древних языков, восходящих к единому индоевропейскому корню – великий. Дословно Теус Па отсылает к великому богу Теус Уксистос, как позднее было сформировано в Таргилейской вере. Так что можно говорить о том, что такие ведические, околоведические, протозароастрийские, прото-Таргилейские мотивы в Северном Причерноморье еще в VIII-VII веке до нынешней эры вполне себе хорошо существовали. Так вот, этот Тависпа, он остался приблизительно на территории бывшего Урарту, отчасти чуть юго-восточнее, чем территории бывшего Урарту, вероятнее, и воевал со всеми местными князьями, с лидийским князем, с, соответственно, ассирийским ассархаданом, и ассирия по-быстрому попыталась заключить союз со скифами. Заключив союз со скифами, они получили защиту от кемерийцев. На помощь ассархадану прибыл или Продатай Парадатай Испакаевич, или Мадай Парадатайевич, тогдашние цари скифов, и они взяли, по сути дела, под оккупацию часть того государства, которое Теоспай пытался создать. Как видите, фактически государства еще никакого особо такого нет, оно только начинает существовать, но уже оно пережило попытку оккупации. Важно отметить, что после Теоспая разделяется династия на такой тризуб. По Дагдаму Теоспайевичу формируется династия Мидийского царства, по Киру Первому формируется династия, которая правила в Аншане, по Ариорамну формируется династия, которая правила в Парсе, Персеиде. Парс, Персеида, Аншан это области на территории нынешней Персии настолько они, в принципе, там близкие, настолько они глубинно-персидские, что для греков и даже для жителей Междуречия эти области часто путаются, часто они мешают, путают и не находят между ними существенной разницы. Ну, не стоит удивляться, это как для европеоидов, китайцы все на одно лицо, для монголоидов европеоиды на одно лицо и так далее. И для европейцев там и Тибет может считаться Китаем, или Индией, и при том, что для китайцев достаточно будет важно, из какого именно региона Китая они происходят, и Китай до нынешнего времени являются как бы составной страной, которая состоит из мелких, фактически, стран. И не просто стран, а мелких отдельных народов, которые, да, объединены общим государством, общей экономикой, общей письменностью, но у которых отличается генетика, отличается культура. Понятно, сейчас коммунистическая партия всех их более-менее причесала под один стандарт, но все равно отличия до сих пор есть, и даже языковые отличия у разных китайских народов были, есть, и, видимо, еще какое-то время будут. Поэтому то, что чужестранные авторы путали Аншан и Парс, Персеиду, не стоит вообще этому удивляться как-то, но путали они, потому что что то Персия, что другое Персия. Мидия в этом плане отделялась, потому что Мидия, во-первых, первое сформировало государство, в которое вошла и Персия, и Аншан, и Мидия находилась ближе к, соответственно, Ассирии и Вавилонии, и поэтому для Ассирии и Вавилонии все-таки Мидия имела какое-то выделяющееся значение. Ну, вот, так же самое для европейцев, которые не особо хорошо знакомы с географией Африки, они, ну, вот, Египет как нечто такое выделяющееся, нечто известное, нечто близкое, вспомнят. А какие-нибудь там экваториальные африканские страны уже не все европейцы смогут вспомнить. Максимум, если они интересуются географией, или если по каким-то причинам они или бывали там, или имеют бизнес, а вот если ну, человек, который никаким образом там и не бывал, и для которого это не имеет значения, для него все, в принципе, одно Африка с чернокожим населением. Ну, вот так, соответственно, для астерийцев. Вот то все это, Персия и все там персы, а Мидия, ну, это типа, это типа те же персы, но не совсем, более ближайшие персы. Да, тут уже прошло несколько поколений, и тут получилось так, что там изначально было древнее Эламитское и другое индоевропейское население, и Урадское индоевропейское население, плюс пришла Кемерийская династия. Кемерийская династия все это несколько переформатировала под свои стандарты, отчасти ассимилировав язык, отчасти ассимилировав местные какие-то элементы религий, поэтому более-менее вот это все, что и изначально имело индоевропейские корни, под управлением Кемерийской династии обрело еще больше параллелей, еще больше элементов общности, к тому же и Мидию, и Аншан и Персеиду возглавили потомки Теуспая, Мидию по его сыну Дагдаму, Аншан по его сыну Киру Первому, Персию по его сыну Ариарамну. Не знаю, насколько в принципе сам Дагдама или даже Теуспай еще использовали древнее имя родовое Кемерийской династии Бельцесечанские, но в историческом смысле даже Дагдаму, даже Дария можно так или иначе называть Бельцесечанским, но хоть Дарий уже маловероятно, что вообще знал данное родовое имя и Дарий когда перечисляет как в принципе и Кир Великий когда они перечисляют свою родословную они уже отсчитывают свой род от Ахимена Видимо Ахимен для них был тем важен, что он уже был тем, кто как раз попытался Кемерийскую династию скрестить с Урардской династией и таким путем выстроить уже новые реалии для своей династии не просто опираясь на то, что они там кемерийцы все дела а по-настоящему уже создать новое государство на территории передней Азии Ну и следующий князь Дагдама это годы приблизительно 660-640 до нынешней эры был кемерийским и медийским царем сыном Теуспая внуком Ахимена и возможно также был внуком скифского князя Испакая если предполагать что он как и Кир Первый был рожден от скифской княжины Шпака дочери Испакая Но теоретически возможно Дагдама был рожден может быть еще от какой-то Урардской или другой местной княжны а именно только лишь Кир Первый был рожден от дочери скифского князя Может быть это нужно было для какого-то такого компромиссного соглашения между скифской и кемерийской династией Тут уже остается дальше изучать и отчасти гадать В истории Мидийской династии известен как Даюку Деуку известен как Дугдами Тугдами Тугдаму Дугдаму Лугдемис Упоминается в частности и Страбоном и в других древнегреческих источниках в аккадских источниках и так далее Его имя считаю происходящим от Дагда Ма где Дагда это одна из вариаций имени Дашбога Дашбог Ма означает могущество или сила В таком контексте его имя означает наделенный могуществом Дашбога но обычно его имя сейчас переводят как Дающее счастье что в общем-то что в общем-то соответствует этимологии его имени тем не менее отчасти он кому-то давал счастье в своей реальной истории например по свидетельствам Геродота он был царем цивилизатором до которого медийцы жили по деревням и только после него уже начали формировать городскую какую-то цивилизацию но с многими другими в первую очередь ассирийскими и рядом других правителей он нещадно воевал были походы и на территорию эфеса и войны с другими правителями Малой Азии так что там все сложно известен из ведических источников его сын агростяк убийца тридцати царей который может соответствовать фраорту который известен у Геродота или кшатриту который известен соответственно по ближневосточным источникам может быть кшатриту фраорт и агростяк это например один и тот же княжич может быть несколько может быть агростяк это другое имя какого-то еще другого сына который был у Дагдама так или иначе как свидетельствует его эпитет он убил 30 вражеских царей и их головы прикрепил к сбруе коня цепи и протащив за конем так въехал в свой лагерь временную столицу следующим царем цивилизатором был кшатриту или фраорт может быть это был агростяк может быть другой князь он известен у Геродота он известен уже в ближневосточных ассирийских источниках вероятнее всего кшатрита и фраорт это один и тот же князь но тоже нельзя исключать что это два разных князя два разных сына Дагдама почему они тогда очень похожим именем звучат но тут уже остается гадать следующий сын Дагдама это Кираунас Великий Крунасах Шатра Крунасах Шатра что может интерпретироваться как сторонник или защитник короны стокоронный Кираунас также может связываться с словом Кируючий то есть Кираунас Кируючий нами как управляющий он тоже какое-то время управлял медийским кемерийским великим княжеством но видимо скорее всего на второстепенных ролях и помогал сначала Кшатриту Фраорту а позднее другому своему брату Санданаксатру Кеаксару Первому неизвестно почему он сам себе не решил захватить трон то ли по каким-то причинам у него были ущербности то ли он просто не хотел править из столицы хотел именно воевать для своего рода так или иначе что есть то есть следующий как раз идет Санданаксатра Кеаксар Первый сын Дагдама Бельцесичанского наследный принц кемерийской династии царь Мидии 625 585 годы до нынешней эры его имя Санданаксатра Шанданаксатра Сандакуру Шандакшатру ну еще ряд других вариаций связанных и во многом во многом аналогичных во многом повторяющихся пересекающихся его имя означает носитель или проявление власти бога Сандана Сандана это бог которого почитали хеты которого почитали жители Урар Тулу Вицы и в принципе культ Сандана который во многом был аналогичен Вавилонскому Мордуку существовал в городе Тарси фактически до времен Антиоха X и на монете Антиоха X с одной стороны изображен сам Антиох с другой стороны изображен Сандон Сандан 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 называют богом львом львом среди богов по всей вероятности это отождествление Ра Велеса Левоглава еще ряда идей или если брать шумерские параллели то это Мордук Нергал Эра Нинурта и возможно также Энлиль и Энки ну по крайней мере разные запчасти от каждого из них где Мордук является более такой усредненной какой-то составляющей данного образа а остальные дополнительными частями данного образа и так при том что основное имя данного князя это Сандан Аксатра ну известно и другое его имя Кеаксар Кеаксар вероятнее всего происходит от Кеакшатра как бы правитель из рода Киевичей ну вероятнее всего вероятнее всего таким путем хотелось Дагдаму подчеркнуть что он происходит вот Киевичей возможно возможно это имело смысл для конфликта со скифами как раз Сандан Аксатра Кеаксар это тот князь который боролся с остатками скифского властвования над его территориями над его государством поэтому то что Дагдама назвал его именно таким путем может быть как раз и отсылало необходимости доказать свое первенство относительно скифов у него есть ряд других вариаций имени уахшатра хуахшатра что может иметь санскритскую параллель как громкий или гласящий структура имени также имеет параллель с именем царем из пандавов Юдхиштхирой и индийским именем Сурекшатра если непосредственно санскрита переводить его имя Санданакшатра то там получится ряд таких всяких идей как самовластный самовыдвижение самопровозглашение солнечный порядок дневной порядок бюрократия документы порядок действий и так далее что может ну конечно не все эти значения закладывали его имя когда его так называли и конечно эти слова не происходят от его имени но так или иначе какая-то параллель может быть относительно того что его имя Сандакшатра переводится как власть бога Сандона в частности писал Дьяконов ИМ в книге кемерийцев передней Азии история мидии от древнейших времен до конца 4 века до нынешней эры Москва издательства СССР 1956 год то есть как видим историки изучают исследуют данную тему но у историков там присутствует некоторое раздвоение раздвоение порядка изучения и его как бы историки понимают что Санданакшатра и Кексар это вероятнее всего один и тот же князь и понимают что да это так для историков нормально что многие другие правители в древности также имели или несколько имен или под разными именами были известны в разных народах с разным языком но вот тут все-таки историки как правило разделяют его на Санданакшатру то есть Кемерийского князя и Кексара то есть Мидийского князя и по данным историкам Кемерийский князь где-то в той местности воевал и захватывал и пытался создать свое государство Кексар тоже в той местности где-то воевал и захватывал и развивал свое государство Мидия но вот воспринимать Мидию как по сути дела империю созданную кемерийцами историки не хотят и даже если Кексара и отождествляют с Санданакшатрой то все равно тему относительно того что кемерийцы кемерийский княжеский род создал великое княжество Мидийское Мидийскую империю или просто Мидию как она известна в современной истории вот тут как-то не очень хотят касаться этой темы не очень хотят не очень хотят проявлять значимость роли кемерийцев в истории древнего мира хоть другие историки например исследуют на тему вообще происхождения армян от кемерийцев то есть то о чем я сейчас говорю не является чем-то неизвестным не является чем-то скрытым просто одни не хотят замечать другие хотят разделять и несколько затушевывать несколько как бы не видеть и не придавать значения тому что видят но относительно имени Санданакшатра не только с индийским Юдхиштхирой и Сурьякшатрой можно провести параллель но и с таким именем князя который известен в истории Рюриковичей как Рогвальд Само Санданакшатру на позднеславянский язык можно перевести как Солнце Влад ну в принципе как и имя другого его родственника Артаксеркс можно перевести как Огневлад где Ксеркс или Кшатра властвующий Арта Огонь Сандан Солнце Солнечный Свет День И тут прямая аналогия по конструкции с именем Рогвальд Рогволод но имя Рогволод тоже навязчиво пытаются возвести как раз к скандинавскому Рюгенвальд не замечая славянскую основу то есть на скандинавском Рюгенвальд и другие похожие имена ничего не означают и имеют достаточно такое смутное достаточно никакущее значение по-славянски Рогвальд 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 означает властвующий солнечным пламенем как бы помазанный на власть солнечным пламенем представитель солнца на земле и это собственно соответствует и аппетиту князей Красносолнышка и много чего другого и ну вот это пытаются не замечать и славянское имя Рогвалад настойчиво упорно возводят к скандинавским прототипам а то что Санданакшатра и Артаксеркс как в принципе Юдхиштхира имена созданные по той же схеме по той же конструкции это тоже настойчиво не видят о том что Санданакшатра был сыном Дагдама в своих записках упоминал в частности ассирийский царь Аршур Банепал то есть ему то врать вообще зачем Геродот Киэксара обозначает сыном фраорта внуком Деека то есть Дагдама эта ошибка возникла потому что Геродот для создания своей истории пользовался устными сказаниями и ему просто сказали что это типа родственники и один правил после другого поэтому Геродот допонял что Деек или Дагдама был предком фраорта как следующего он поставил в сыновья Дагдама а вот Киэксар он поставил во внуки хоть на самом деле Киэксар тоже сын просто он правил после своего брата ну вот если устранить некоторые такие неточности можно историю неплохо изучить и в текстовой версии я описываю что происходило допустим в 674 в 672 году что происходило в 653 652 году в 625 году в 670 годах в 627 году в 615 году в 614 году в 612 году в 611 году в конце концов и в 610 609 годах то есть даже в 605 году и заканчивается история 28 мая 585 года до нынешней эры то есть понимаете насколько в принципе материалов то достаточно что даже в некоторых случаях можно не просто год не просто приблизительный год а даже день знать когда произошло то или иное событие есть география описанная не от каждого князя не от каждого царя сохранились какие-то изображения поэтому не про каждого можно прямо делать статью где есть его изображение где есть карты во всех военных походах но при желании карты можно составить а изображение ну да не от всех сохранились но так или иначе сохранились от многих а от тех от кого не сохранились непосредственные изображения сохранились многие другие артефакты в частности Санданакшатра это имя которое стало почитаемым или и было почитаемым не только среди кемерийцев но и среди скифов и допустим посол скифской империи Анхария третьего на Баспоре который пребывал на Баспоре в конце правления Пересада Великого и во времена правления Евмела также имел имя Санданакшатра отличие уже в том что не Санданакшатра не Шанданакшатра а именно Санданакшатра то есть у скифов корень Кшатра Кшатрий превратился точнее даже не превратился а остался как Ксатрий Ксатар ну и на Баспоре уже в Танаитских табличках где описаны члены фиасов то есть группировок таких приверженцев Тургилейской веры известно имя Иосанданукас или Сандар Циус которые являются такими отголосками или поздними вариациями имени Санданакшатра так что память про этого царя известного также как Кексар сохраняли сохраняли не только кемерийцы не только медийцы но и скифы и другие народы которые почитали его доблесть которые знали о его жизни и почитали его как пример как я уже говорил ранее там Санданакшатра первый или Кексар произвел достаточно важное влияние вообще на становление медийского царства в чем-то его можно считать в чем-то его можно считать даже создателем этого медийского царства потому что потому что конечно же и Дагдама и другие его предки занимались ну по сути дела занимались тем же чем и он но вот Тилспай более обширно видимо планировал свою деятельность поэтому после него его династия по сути дела разделяется на три таких вектора где один вектор это дальше Дагдама это дальше по одной линии ну по основной линии скажем так у нас Санденаксатра Истимаг Астиаг ну и позднее сын Астиага Спитама в войне с Киром отрекается от власти и власть переходит к Киру соответственно Аншан переформатирует великое княжество медийское уже со столицей в Аншане в то же время Спитама никуда не исчезает Спитама уходит жить в Персию там как вы думаете кто рождается кто был сыном Спитама не Археонакт сыном Спитама был тот кто в некоторых аспектах может быть и похож на Археонакта но сыном Спитама был Заратуштра позднее про Заратушстру я детальнее расскажу по другой линии вероятнее всего от Сан-Донаксатор Второго который был сыном Сан-Донаксатора Первого родился Радонаксатора потом Таргемасад Первый потом Аксагара потом Сан-Донаксатора Третий и потом Таргемасад Второй который был воспитанником Археонакта мужем Акхеи и предком части династии, которые потом, смешавшись с фарнакидами, породили ветви Аттонидов, сформировавших Понтийское царство. Так вот, первая линия это Мидия, княжество Мидийское, которое на время стало великим княжеством Мидийским, Дагдама начал его развивать, Сандонаксатра, по сути дела, сделал его великим, а вот уже Остяк пытался его унифицировать, пытался укрепить свою власть. Его предшественники Ассирии такое не вводилось, там во многом просто захватывали власть, побеждали какого-то соседнего царя и говорили, ну давай, плати дань. Или, если не плати дань, то давай мы тебя убьем, посадим того, кто будет нам платить дань. Уже Сандонаксатра больше занимался войнами с Ассирией, уничтожениями этой самой Ассирии, в то время как Остяк занимался унификацией государства, за что его и не взлюбили, за что... За что Остяк стал такой достаточно весьма противоречивой фигурой. Но сейчас несколько о другом скажу. Параллельно с Мидийской линией существовала Аншантская линия, которая скоро уже даст о себе знать. Это Кир I, Камабазий I, Кир II, Камабазий II, потом оттуда уже произошла принцесса Атоса, которая стала женой Дария I, матерью Ксеркса, бабушкой Артаксеркса, ну и другой. Других уже поколений центральной такой персидской династии, которая правила Персией до Александра Македонского. Конечно, там будут свои вопросы, там даже относительно потомков Кира I, там позднее некий Гаумата попытается узурпировать власть. Кем он был, реально одним из потомков, одним из сыновей Кира II, или как, не совсем понятно. Вплоть до того, что по одной из теорий это чуть ли не Зараастр был, но маловероятно. Потому что наоборот, Зараастро уважали, его почитали, это скорее какой-то его враг должен был бы быть. Но тоже там все сложно и тоже подлежит отдельному изучению. Кстати, забавная параллель в имени того самого Гауматы и имени Шакьямуни Будды Гаутаму. Но, конечно же, не следует путать. Просто некоторая связь, подлежащая дальнейшему изучению. И третья линия, персидская линия, которая третья станет известной, из которой произойдет и Фарнак I, и Артабас, и Аттан, который, совместившись с потомками Таргемасада II и Акхеи Архианактовны, станет предком понтийских царей. Я не знаю, кто-то вообще пытается это все себя в мозгах отсоедить, представить. Потому что людям сейчас часто неинтересно, что вокруг них происходит, а чтобы еще династии сопоставлять, это вообще все сложно. Тем же, кто реально пытается как-то это сопоставить, во-первых, и Google поиск помощь, там, в принципе, про многих из тех князей, о которых я говорю, какие-то материалы есть в официальных источниках. Про многих есть кое-что в Википедии, оно не структурировано, оно часто взаимопротиворечиво. Но так или иначе, это у нас не Русь, про которую нету греческих источников, и не какая-то такая супердревность, а те времена, о которых уже какие-то греческие, римские историки писали, а поскольку они стали основой современной историографии, то получается, это уже исторические времена. Остяк... Ну, не знаю, про него, наверное, еще чуть позже, сейчас про персидскую линию. Получается, вот изначально Кемерийская династия вторглась на Южные земли, прошла Кавказ, вторглась в Закавказье, на Армянское Нагорье, совместилась с княжеской династией Урарту, там, в частности, был Ахимен, как уже такой первый представитель обновленной Кемерийской династии в новой местности. Дальше Теуспа, дальше после него разделяется Дагдама Медийский, Кир Аншанский, Кир Первый, и Ариорамно Персидский. Вот Ариорамно Персидский стал отцом Аршама. Аршама был отцом Фарнака Первого и Вистаспа. Вистаспа – отец Дария, ну и потом Дарий и Атоса совместили линии Аншана и Персии. Но об этом будет позже, и о Фарнакидах, и о Дарии Первом, и о Багустанской надписи надо будет еще разбираться позже. Итак, возвращаемся к Астиагу, имя которого может переводиться как Истимаг, то есть Могучий, Истинный. А его народ, его подчиненных в ассирийских и нововилонских источниках, называли очень неблагослучным современный язык названием Умманманда. Но вторую часть этого названия нужно ассоциировать не с современным нецензурным названием всяких органов, а скорее с какой-нибудь фантастикой, с вымышленной расой мандалорцев, которые в Звездных войнах летают и постукивают своих врагов периодически. Во многом, возможно, мандалорцы и были навеяны каким-то таким архетипическим, ну или даже прямо историческим образом, эгрегором вот этих самых Уманманда, которыми назывались Кемерийские воинства под началом Ахименидов, под началом, собственно, Медийской линии Ахименидов, князя Астяга или Истимага. Он известен в текстах, соответственно, и Набанида, как и Штумегу, известен в других разных текстах. Отношение к нему, конечно же, сложно, нельзя сказать, что его особо любят, нельзя сказать, что его там боятся. Есть сложная политическая обстановка. В основном, медийцы пробуют дружить с Вавилоном против Ассирии. За исключением некоторых эпизодов, когда случаются некоторые у них конфликты, когда случаются некоторые другие обстоятельства, в общем, они дружат с Вавилонским царством против Ассирии. Ассирия, по сути дела, уже с 605 года до нынешней эры перестала существовать, то есть еще до восшествия на престол Астиак Истимак помог Набуходонасору второму покончить с Ассирийским государством. В принципе, во многом это, можно сказать, дело всей жизни Набуходонасора второго. В чем-то он был достаточно таким своеобразным тоже правителем. Каких-то народов он угонял на другие земли, с какими-то народами он находил общий язык. Но об этом всем тоже можно почитать в общеизвестных, общепринятых источниках. И вот по некоторым событиям известно буквально по годам, что происходило с деятельностью Астиага, что происходило соответственно, что происходило в той местности, что происходило с Вавилонским царством. И в Вавилоне, и в Ассирии тогда очень много и очень обширно писали, и поэтому, в принципе-то, многие данные сохранились как раз по каким-то Вавилоно-Ассирийским источникам. Единственное, что там нужно учитывать, что пропаганду никто не отменял. И можно отметить, что за некоторые годы они пишут, что ничего не было, когда по другим источникам, ну как бы было. За другие события они пишут, что сам город ни в чём не виноват, и как бы только царь виноват. Но это понятно, что городская Вавилонская аристократия просто хотела примазаться к новым уже захватчикам, и поэтому как бы пыталась всё сбросить именно на царя. Про вот этого Астиага известна история, связанная с его дочерью, имя которой было Мандана. Нормальное имя для древних персов, но сейчас оно вызовет только, наверное, какие-то неправильные ассоциации, к сожалению. Вот это тоже показатель деградации, что современная неправильность пытается как-то интерпретироваться, пытается как-то проникать и в представление о древности. Так вот, существует история по Геродоту, по другим греческим источникам. Собственно, от медийских летописей ничего не сохранилось или не дошло, или хранится в Ватикане, или ещё где-то. Поэтому как, собственно, Астиаг представлял данную ситуацию, вообще ничего не известно. Греки же представляли ситуацию так, что Астиагу приснился сон о том, что из чрева его дочери растёт дерево, которое заполняет всё его царство и простирается ещё дальше. Он позвал толкователей, начал спрашивать, что и как. Сразу тут параллель с Библией начинается. Понимаете, что-то вот царям той местности постоянно нормально не спалось, что-то им всё время вещи и сны снились, которые к тому же сбывались. мне больше это напоминает не реальность какую-то, а какой-то более древний миф о том, что может быть какой-то вавилонский или ассирийский царь реально какие-то аспекты будущего увидел во сне, и он про это рассказал, и это осталось в истории. И потом уже интерпретации, вариации, осовремененные пересказы этого мифа вошли и в Геродотову историю про Астиага, и в Библию под своим соусом там, когда пророка Даниила призывают и говорят ему «ну что это значит, что это значит». Потом, вероятнее всего, библейские авторы прокинули этот сюжет ещё в более глубокую древность, наложили на историю того, как Иосиф завладел влиянием на египетского фараона. Но это уже отдельная история, это уже к анализам Библии. Так или иначе, сидит этот Астиаг такой и думает, за кого бы выдать… а, ему объяснили, что она родит сына, который станет следующим правителем и затмит Астиага. Астиаг не захотел, и он такой думает, за кого же её выдать, за кого её выдать, за конюха, за пастуха, не знаю, за бомжа сумасшедшего какого-нибудь, в монашки отдать, не знаю, детородные органы, позвать врача, чтобы он что-то с этим придумал. Куча было вариантов, что он мог бы сделать, чтобы его дочь Мондана уже была, так сказать, не Монданой. Но по этому мифу, по этой легенде, вошедшей в историю, он решает её поженить с Камабазием персидским, под тем соусом, что ну не видно же, чтобы в Мидии царём стал Перс. А для греков с их менталитетом, где Каримф и Афины, города находящиеся рядом, ещё Спарта, на протяжении чуть ли не тысячелетий друг друга ненавидят, и чтобы спартанец стал правителем Афин или афинянин в Спарте, это достаточно было бы как-то странным. Но, как бы, тут не учитывается, что Мидийское царство существует всего лишь не так давно. оно создано, по сути дела, одной из ветвей династии, другая ветвь которой правит в Аншане. Ну или, как здесь в этой легенде вообще сказано, Персией. Это просто показывает, что для, в принципе-то, греческих авторов, что Персия, что Аншан, что даже та же Мидия не особо была различима, не особо было понятно. Если кто захочет посмотреть карты, то, соответственно, Мидия, она чуть севернее, чуть ближе к Каспийскому морю. Аншан или Элам находится на восток от Ирака, прямо над Персидским заливом. Ну и центр Персии, это уже дальше в центре современного Ирана. В южной части современного Ирана, скажем так. То есть, в принципе, все достаточно тут сложно и неоднозначно. Территории-то разные. Как княжества они уже начали формироваться как разные. но базово у них язык почти один и тот же. Часть династии села на Мидийскую основу, организовала Мидийское царство, Мидийское, Великое княжество Мидийское. Другая часть предки того же Кира сели на Эламскую основу, организовали Великое княжество Аншанское. Другая часть Ариорамновичи продвинулись юго-восточнее всего и организовали Персию как таковую. Но для античных авторов все это, в принципе, Персы. И Мидийцы не Персы просто потому, что Мидийцы первые как-то более активно самоорганизовались и имели определенный успех. Короче, это уже какие-то трения, это уже чисто исторические процессы. Я сомневаюсь, что Астиаг мог решить, что реально Аншанский князь никогда не сможет затмить его власть. Предполагаю, ситуация может быть вообще наоборот. Ситуация могла быть не в вопросе с его дочерью, а как раз в вопросе с Камабазием. Возможно, Камабазий как-то Астиагу намекал на то, что они там, ну типа равные или что может быть Камабазий даже типа старше там. Потому что Камабазий, соответственно, вот есть первое поколение потомков Тилспая, когда оно разделяется на три части. Это Дагдама в Мидии, в Персии Ариарамна, в Аншане Кир Первый, дальше в Мидии Санданакшатра Первый, в Персии Аршама, в Аншане Камабазий Первый. Таким путем, а дальше уже идет в Мидии Астиаг, в Персии Вестас, в Аншане Кир Второй, Кир Великий. Таким путем получается, что Камабазий, который в тот момент правил в Аншане, он был более старшим представителем данного рода, чем, соответственно, Астиаг. И Астиаг остался, потому что в Мидии уже власть начали передавать по линии от отца к сыну, а не от предыдущего князя к его старшему родственнику, как было поначалу и у кемерийцев. Потому что Санданакшатра платил дань, видимо, Ариарамну поначалу и, видимо, поначалу, когда Дагдама попал в плен, среди потомков Теоспая Ариарамна стал главным. Но потом Дагдама вернулся, потом Санданакшатра начал активно вести деятельность и Мидия вырвалась на первый план. И, видимо, Камабазий первый пытался намекнуть или прямо сказать Астиагу, что не так дело делается, не по закону это и должно быть по-другому. И что Астиаг в этом случае мог бы сделать? Астиаг мог бы прямо пойти против родовых устоев, устроить гражданскую войну с Камабазием. Конечно, часть знати поддержала бы Астиага. Те, кто за централизацию, те, кто за порядок, они бы все поддержали Астиага. Те, кто против централизации, те, кто за древние родовые устои, они бы поддержали Камабазия. Плюс, вероятно, что значительная часть Мидийской верхушки все-таки поддержала бы Астиага. А Аламской верхушки Аншанской поддержала бы Камабазия. Но Астиаг отдает Камабазию в жены свою дочь. И таким путем его дядя Камабазий становится мужем его дочери. И, ну как бы, чуть ли не его сыном как бы. И, видимо, Камабазий по каким-то причинам, то ли для того, чтобы подкрепить свою власть, подкрепить свою связь с правящим витком династии, то ли еще что-то, Камабазий. Или, может быть, были какие-то военные столкновения, это был вынужденный союз, чтобы, ну, война не продолжалась, чтобы не было братоубийства. Я не знаю, у меня сейчас источника, у меня сейчас текстов, чтобы все разложить прямо по полочкам, нет. Но по какой-то причине Камабазий женится на женщине, которое ему годится во внучке. Ну, как бы, любовь многих правителей к молодым женщинам, она известна. Известно, что в те времена часто женщины начинали вступать в половые связи уже прямо с тех пор, как физически, физиологически становились пригодными для этого. Таким путем какая-нибудь 15-летняя Мандана уже вполне себе могла стать женой Камабазия и породить ему Кира. Кира II, Кира Великого. Кира, который позднее сместит Остяга. И это тоже легко объясняется почему. Не вот этими легендами про то, что там кто-то на Остяга обиделся, что-то кто-то. Греки там напридумывали целую Санта-Барбару, которая вообще я не уверен, что имеет какое-то отношение к действительности. Вероятнее всего, ситуация была в том, что просто Камабазий воспитывал своего сына Кира в том ключе, что он должен вернуться в Мидию и как потомок Остяга и потомок Камабазия сместить Остяга и соответственно укрепить Аншан как основной центр консолидации Кемерийской династии, центр консолидации Ахименидов. По отношению к Аршаму и Вестаспу там, видимо, так ситуация накладывалась, что они поддерживали или по крайней мере оставались нейтральными в конфликте Аншана и Мидии. И позднее, после победы Кира II, они естественно признали власть Кира II и стали частью его государства. При реформации политической структуры Вестасп стал одним из сатрапов Персидской империи Кира Великого. Но, правда, позднее Дарий I стал уже полноценным правителем этой самой империи. В связи со Стиагом известен его помощник-предатель Гарпак, который позднее перешел на сторону Кира. Тоже непонятно, был ли такой Гарпак в реальности или нет, или это название какого-то племени или еще что-нибудь. Тут остается только гадать. Интересно другое, что в армянскую мифологическую историю и отчасти даже в зороастрическую мифологию Остяк вошел в двух ролях. В одной из этих ролей он просто почти никакой, но какой-то предок Зороастра. И тут он почитаем, но он никак не описан, но он никакой. Он просто человек, который был предком Зороастру Спитамовичу. В другой версии, в зороастризме и в армянской мифологии. Остяк – это змей Аждаак или дракон Дахака, Ажидахака. Аждахак. И вот этот змей, вот этот человек-змей, он был царем медийцев. И считается, что он чуть ли не царствовал в Вавилоне. И он был врагом благостных персонажей. И говорится, что Тигран I, Эрван Дин и Кир II победили этого злого царя, царя демонов. Странно, как Зороастризм, который был создан внуком этого царя демонов, так своего деда не любил. Или не он, или уже его сын этого прадеда своего не любил. Или просто, чтобы выслужиться перед Вестаспом, Аршамовичам нужно было как-то так подчеркнуть, что Спитамовичи не такие, как их предок, как Астяк, что они отрекаются от любых претензий на царский трон, и что они верны Аршамовичам и Кировичам. Тут уже тоже относительно этого всего остается гадать в текстовых материалах, которые я делаю параллельно с тем, что часть этого всего рассказываю в видеозаписях. Будет детальнее описано, что, кто, как и так далее. Ну а пока идем дальше. Следующий, кого, наверное, стоит разобрать, это... Оно части Спитама, потому что Спитама был сыном вот этого самого Астяга. И Спитама, видимо, еще с детства, с юности имел какой-то конфликт с отцом, и больше склонялся не к завоеваниям, а к философскому поиску. И позднее, когда Астяк под его командование вручил армию и послал его против Кира, соответственно, Спитама сдался в плен, отрекся от всех родовых притязаний, по сути дела, в правах стал как бы чуть ли не простолюдином, а войско отдал Киру. И позднее Астягу уже пришлось вооружать ветеранов своих старых воин, тех, соответственно, с кем он ранее ходил и воевал против Астерии, против других врагов, и идти против Кира. В частности, Астяк применил нечто типа заградотрядов, но полноценно заградотряды начал применять только уже Левкон, спустя время в Боспорском царстве, при штурме Феодосии. Что касается Спитама, он отправился как бы в ссылку в Персию, то есть его послали дальше всего от Мидии, и там он был при дворе, соответственно, Ариарамна, ариарамна, точнее, скорее всего, уже потомков Ариарамны. При дворе Ариарамновичей. Что касается самого Астяга, по тоже полурегендарным сказаниям про Кира, его не убили, а даже дали ему какую-то область управления. То есть в переформатированном государстве Кира Астяк стал сатрапом отдаленной области, уже ближе к границам Тибета и Индии, или область Гиркания в других версиях этих всех сказаний. Насколько правильные сказания, насколько это было так или иначе, остается уже только гадать. Продолжение следует...